Тему армянского экоцида мы продолжим с гостем. На прямой связи со студией доктор технических наук, президент Международной Академии Экоэнергетики Фаган Алиев. Фаган Алиев, здравствуйте. Я вас приветствую. Армения начала строительство завода, который будет находиться около Нахчевана. О чем это говорит? Это очередная провокация или бессилие, которое выливается в виде таких подстрекательских действий? Вот именно. Долгое время Армении, вот возьмите атомные станции, куда деваются они вот этого выброса? Они нигде не сообщают. Атомные выбросы очень опасные. Их заводы, которые тоже рядом Нахчеване, прямо Арахс построены, завод Кропа, вот этого МИС, большой завод. Европа столько рекомендовала Армении, давай закроем атомную электростанцию, Европу безвозмездно вам дадут ветродвигатели. Ветродвигатели. Там есть гора, там особо армянские земельные не используются. Она не пример Азербайджана. Это земельный участок, ну, гора, скала. Там можно спокойно построить большой ветропарк, как вот Германия океан строит, и там можно было его построить. Для Турции, для Азербайджана, для Армении и самого Армении, Ирана. Очень опасно они игра играют. Это атомная электростанция, сейчас его заявили, вчера я, как говорится, сердце прямо калило, как они можно строить вот эти металлургические заводы. А его выбросы, а его очищение. Весь Арахс будет загрязнен. Все равно не загрязнили, загрязнили. И сейчас он будет загрязнен. Надо уйти так, природный. Сейчас вся Европа заявляет, хватит нам построить дома от семен, от, не знаю, бетона. Перейдем, сейчас мы с вами, вот мы сейчас развиваем Карабах-Чанев. Это природный, это природные ресурсы. Это дерево. Из дерева можно делать кубик. Из дерева можно делать хорошие строительные материалы. Лишь бы не тронуть окружающей среды, не испортить его. Уже не говоря о Армении, который золото добивает. На что превратили все это гора? На что превратили 300 метров гора? Возят туда хлор, тяжелый металл. Всяких химической промышленность бросает оттуда вот это прекрасные водные ресурсы, прекрасные истесу и другие озера, Карабахской, потом Кавказской, знаменитой чистой вода, на что превратились они. Армении, зачем Армении, я не понимаю. Неужели им этого мир недостаточно? Что им не хватает? Я иногда думаю, неужели народ этого не понимает? Неужели армянский народ так неграмотный? Неужели у них нет людей, которые грамотные, получили нормальное образование? Надо же природой жить. Надо природой жить. Я желаю армянскому народу хорошим. Это народ, созданный Богом. Но они сами против естественного. Против естественного выступают. Фаган Майм, да, как вы и заметили, территория Армении, во-первых, не такая большая. И строительство такого металлургического завода мощностью 180 тысяч тонн навредит не только экологии Армении, но и всего региона. Так почему же правительство Армении и международное сообщество закрывает глаза? И когда же наконец-то она даст правовую оценку таким нарушениям? Откуда они получают ресурсы? Откуда ресурсы они будут получать его? Зачем им такой мощный, мощный такой завод? Они будут поставлять по всему миру металлоконструкцию? Да, нужно нормально жить. Нет, это огромно будет влиять, особенно на наши Нахачеванские регионы, Ираны, уше, природно уше. Иран молчит. Это Южный Азербайджан, Румия. Там рядом Румия. Там страшно. Я вот честно сказать вам не нахожусь нормальные слова, чтобы содействовать. Слушайте, что вы делаете? У вас есть же много другие формы развития, природные ресурсы. Используйте их, живите, создайте прекрасную туристическую базу. всю территорию Азербайджана раньше, вот это Гойджи-Голю, Севан, Севан потом стал Севан. Да Гойджи-Голю. Прекрасные там природные ресурсы. На что вы хотите превратить Армению? Промышленная зона? Я скажу, что иногда, вы поверьте мне, искренне скажу вам, мне жалко армянского народа. Жалко. Ну, мы будем надеяться, что армянские народы и армянское правительство поймет, что она совершает очередной экоцит в отношении Азербайджана. Я вас благодарю, Фаган Алиев, за ваши ответы и напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был доктор технических наук, президент Международной Академии Экоэнергетики Фаган Алиев. Фаган Алиев. Продолжение следует...